Непрерывно травильный агрегат номер 4 станет точкой роста компании, отмечают в руководстве Северстали. Запуск нового оборудования позволит увеличить объемы выпускаемого травленого металла. НТА-4 будет выпускать до 2 миллионов тонн в год. Благодаря агрегату на Череповецком комбинате будут производить высококачественный широкий оцинкованный и холоднокатанный металлопрокат шириной 1850 миллиметров. Такая сталь востребована в автомобильной промышленности. Из нее делают лицевые детали машин. Этот инвестиционный проект ставит точку в программе по освоению широкого проката общей стоимостью более 11 миллиардов рублей. В агрегате мы используем соляно-кислое отравление с последующей регенерацией соляно-кислости. Любой из наших крупных инвестиционных проектов, которые реализует компания Северсталь, уже всегда содержит в себе реализацию лучших мировых требований по экологичности. И в рамках этого агрегата мы построили специально установку регенерации соляно-кислоты, которая позволяет перерабатывать отходы травильных растворов, вновь использовать уже очищенные травильные растворы и оксид железа, который выделяется после переработки, использовать при производстве агломерата. Получается практически безотходное производство. Непрерывно травильный агрегат существенно снизит вредное воздействие на реку Кошта. В компании сообщили и о других амбициозных экологических проектах. Так, к 2023 году Северсталь снизит углеродоемкость жидкой стали на 3% по сравнению с 2020. Тем самым сократится объем выбросов парниковых газов примерно на миллион тонн СО2. Раскрыли металлурги инвестиционную программу на 2021 год. Компания инвестирует в дивизион «Российская сталь» 54 миллиарда 300 миллионов рублей. Мы планируем запустить электродуговую печь, которая позволит нам работать с большей долей чугуна здесь, в Череповце. Тем самым мы сможем существенно снизить себестоимость. Мы приступаем в следующем году к строительству стана 170. Это новый сертопрокатный стан, который даст нам совершенно другие возможности при производстве продуктов длинного, так называемого, передела. Мы инвестируем в строительство новых печей, нагревательных печей на стане 2000. Александр Шевелев заявил, что для работников компании общее ежегодное увеличение зарплаты утверждено на уровне 5%. Большую работу «Северсталь» продолжит и в социальной сфере, в том числе в Череповце. Металлурги в 2021 году выделят 167 миллионов на строительство северной объездной дороги, по 20 миллионов на ФОК в Зашекснинском районе и реконструкцию дома музея Верщагинах. Мы планируем выделить более 86 миллионов рублей, кстати говоря, на ремонт здания дворца металлургов. Вы знаете, что это здание тоже очень часто и широко используется для проведения праздничных мероприятий в городе. И оно, к сожалению, требует ремонта. Нижняя его часть, стелобат, цокольные элементы здания находятся в недовлетворительном состоянии. Поэтому мы приняли решение капитально отремонтировать это здание. Александр Шевелев также прокомментировал предстоящую реконструкцию улицы Мира. Это дорога, по которой череповчане едут на комбинат. Водители жалуются на отсутствие парковок и плохого качества асфальта. По словам Александра Шевелева, до конца года мэрия Череповца должна закончить проектно-сметную документацию и пройти с ней госэкспертизу. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости.